у вас очень хорошая фраза была в одном из каких-то интервью что архитектура дизайна отличается от такой наболевший вопрос чем дизайн архитектура отличается что архитектура она жестко контекстно привязана к месту дизайн он может жить везде на столе там архитектуру местно до архитектуры для этого места дело в том что вот то что мне очевидно то что кажется и вам понятно насчет уместности архитектуру это далеко не как бы не тренд сейчас и больше того чем дальше тем больше убеждаюсь что успешная архитектура успешных архитектов в москве есть такие это архитектура то что называется ну не вау это не обязательно вау архитектуру но это архитектура какой-то неожиданности то есть я вижу что вот в том районе где я живу районе метро фонзенская значит появляется в таких незатейливых переулочках вокруг пироговки совершенно такой неожиданный дом который как бы ничем абсолютно не смотивирован кроме того что бизнес-плана как он будет продаваться вот это специальная история на целевую аудиторию но у него есть какой-то там эффектное название которое для риэлторов важно да и вот его неожиданности его как бы абсолютно я бы сказал на моем языке неуместности является его достоинством это еще наоборот вот и мне кажется что эта тенденция сейчас вы преобладает классический объект дизайна это автомобиль автомобиль очень красиво нарисован нам нравится как нарисован пилинфорина там или еще кто-нибудь да и этот автомобиль его можно отвезти в лес поставить сфотографировать любом месте будет жить сюда на фоне замка на фоне избушки там чего угодно это совершенное дизайнерское изделие она везде будет хорошо в отличие от архитектуры понятно что хорошие слова не перестаешь не будет а еще что то еще что еще что архитектуру я сказал хорошая архитектура особенно живая архитектура то должна быть незаметна то есть она тебя должна порадовать там удивить или еще что то но вот когда ты сюда пришел а дальше ты ее не замечаешь и вообще мне кажется но это я уже любил рассказывать про это наш первый банк который мы построили но это там немножко другая ситуация там как бы благодаря этому хорошо вошел в контекст но вообще как бы особенно живая архитектура не должна какими-то обладать такими эффектными не знаю чертами там или еще что то то есть ты здесь просто живешь ты каждое утро выходишь сюда приезжаешь туда и так далее ты не обращаешь на нее внимание то есть мне вот ну незаметность хорошем смысле как бывает вот вы не замечаете хорошую удобную вещь хорошие ботинки они удобные все выходили и забыли про них и вот хорошая архитектура она должна тоже мне кажется обладать вот этими свойствами как вам новое благоустройство москвы вопрос контексте того что с одной стороны пешеходные зоны ну и много денег укладываются с другой стороны вот это благоустройство она и пригороды берлина и какой-нибудь европейской где-нибудь еще на весь ландшафт становится такой общеевропейский специфика его теряется но естественно большой лагерь тех кто говорит что московский дух уходит но есть ощущение что все усредняется очень сильно смотрите когда где-то лет на 30-40 назад появилось такое ощущение что в какой бы ты город не прилетел тело его порту следует та же самая обстановка то есть те же это же реклама там я не знаю те же вот устройство там эти так далее так далее и тогда это было еще в дикое ну ты прилетел черти куда там вроде бы считал что это хорошо потому что это есть некий такой психологический тамбур то есть не сразу что вылез самолет елки-палки где что как это бы такое ощущение был как ленинградский вокзал самолет прилетает в китае ухас ухасе ты выходишь на трап это не можешь понять ну что из самолета выходишь на высоту 3000 метров то есть обычно когда ты понимаешь ты высокого нет это какой-то постепенно а тут ты просто дверь открыли ты на 3000 в кодманду то же самое мы так летали 2 800 вот поэтому думали что это хорошо дальше когда вот это все в общем-то глобализация то весь мир становится примерно одним и тем же стоит из одного и того же ну как вам сказать с одной стороны как бы этому есть предпосылки потому что скажем строительные технологии там щуку там я не знаю там еще какие-то материалы там краны гроя там и так далее так далее они во всем мире одинаковые мы считаем что это нормально да какие-то там материалы которые мы на стену на под систему ли но даже городское благоустройство там нюанс потому что вот эти г-образные светильники по всем везде по всем мне кажется что города тем не менее вообще-то как все разные и такая унификация в общем не на пользу ничего хорошего этом нету и в какой-то момент нам предлагали заняться вот вот этим благоустройство нас тоже отказались в том числе и сознательно потому что понимали что от нас ждут быстро и вот по этим стрелковским как бы шаблоном но времени подумать и придумать какое-то для москвы правильное решение было и общем так включаться в эту гонку не имел смысла какого пути тогда пойти архитектору который сейчас идет там на принцессе над эти вот какие казалось бы поводы для того чтобы они были разные кроме того что разные в разных местах это делается то есть разные гениусы и оцисы да гений и место в каждом разные значит задача очевидно но это конечно такая демагогия красивая задача заключается в том чтобы войти в контакт с этим местным гением почувствовать это место и сделать что-то именно для этого места это очень красивые слова в натуре так наверное скорее всего не бывает или бывает только в какой-то очень малой степени вот но других как бы предпосылок для получения разных результатов я не вижу иначе вот набор приемов которые где-то там в парке культуры отработано и вот и вот уже в коломне такое вот еще там где-то и тогда супер у вас подавляющее большинство архитектуры представлено в таком голом концептуалитете ну то есть что вот дом вот он вот такой вот в нем есть какая-то идея ну или это форме заложено из планировки и прочее но при этом эта идея не закрыта сеткой приемов но таких которые любят девелоперы или как это ну как парикмахерам там какую-то делать филировку в конце уже чтобы вот концептуалитет чуть-чуть скрыть и получается такая вот коммерческая штуковина отдела пера очень любит там окна в пол какую-нибудь разбежку там чтобы широко узко широко узко там ну и так далее ну действительно большая часть проектов это вот прям вот вот идея вот такая вот ну вот нравится или не нравится вот все сразу нету каких-то вот этих вот ширм дополнительных но при этом современного девелопера заказчика ну привлекают вот эти какие-то наборы псевдо голландских элементов но каких-нибудь там типа современной архитектуры которые в общем вы не используете как ширму чтобы закрыть вот этот концептуалитет каким образом вы тем не менее остаетесь в скажем так был предельно да 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 помимо того что вот мы видим глазами там вот такой фасад секой фасад в клетку в полосочку и так далее я думаю ли еще колоссальная репутация которая действительно в общем-то это вопрос времени и никак вы там не знаю за год такую шикарную репутацию не не сделаете но вот одна из причин почему тем не менее там вот к нам приходит это я думаю что репутация работает вот то о чем мы говорим что эти 30 лет там каким-то странным образом эти как на колесе смеха все уже давно улетели эти почему-то еще держится что-то у них там или гвозди в заднице там или еще что-то то есть они думают люди наверно что-то в этом есть но вы при этом осознанно не маскируете идею каждый раз под этот усредненный коммерческий продукт то есть у вас очень читается там стиль остоженки вот вот однозначно совершенно сразу видно что нет спасибо что вы его видите стиль остожен потому что я как раз беспокоюсь о том что вот как бы но нету какого-то явного почвы с одной стороны это хорошо потому что в общем-то шесть не шесть но пять таких архитекта еще молодые ребята тоже поддают и никто их не заставляет там рисовать вот так так и так да у каждого свои какие-то тараканы в голове и какие-то причины почкам они рисуют атака или еще как-то свой опыт свой багаж жизни кстати вот то что вы сказали вот эти окошечки так 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 кто это первый придумал знаете но все всегда трактуется что скуратов а так где-то из голландии скуратов это придумал комбезет и а совсем да да и это у него был в начале в марсельском блоке у него были такие горизонтальные витражи в лету эти и мы тогда институте поскольку мы все срисовывали скобезе значит мы называли чаще-реже чаще то есть то что в общем а потом стал штрих кодом и так далее и так далее но как визит придумывающего лет в пятидесятые годы жизнь не состоит из просто каких-то от выученных случайностей и каждая случайность она сама по себе а когда что-то вот где-то потом замыкает встречается у нас такой счастливый случай случай случился это здание банка первое которое там не знаю там все с ним в порядке все хорошо но этот банк значит мы делали вместе с финнами и финское скандинавское влияние в этой архитектуре достаточно ясное и очередное и мы это как бы не скрываем вот но потом нам повезло и через какое-то время 20 лет спустя прямо как у дюма значит мы сделали два дома рядом это была вот такая история 20 лет спустя это было очень важно